Сразу же прочитать мрачный про смерть, я пришлюсь к повторению Марии Гайловой. В придорожном кустарнике кошка моет живот, Из общежития слева доносятся смех, веселые голоса. Не ходи туда, там давно уже никто не живет. Пустые комнаты, разобранные леса, кто-то в конце переулка. Не надо туда смотреть. Медведь, разбухшее темное тело, два бледных пятна огней. Если тебя зовут Маша, то вот он, твой медведь. Если скажем Сережа, то что-то еще страшное. Еще я прочту вам стихотворение Андрея Васильевского про котиков. Это замечательный поэт, редактор журнала «Новый мир». Ну и вообще хороший человек. Стихотворение называется «Марта». В сумерках выйду, одену пиджак. Рыжий по снегу крадется кошак. Кто там в потемках меня стережет? Мертвая кошка меня бережет. В мире подземном, там, а не тут. Как мою мертвую кошку зовут? Но не вмещает сознание мое Новое страшное имя ее. И закончу я неожиданным, поделившись с вами неожиданным открытием. Сегодня я прочла два первых стихотворения, которые написал Александр Блок. Он их написал в возрасте пяти лет, и, черт побери, они оба были про котиков. И одно из этих стихотворений я вам прочту. Стихотворение, которое написал Александр Блок в пять лет. Жил-был маленький котенок и совсем еще ребенок. Ну, и этот котя милый постоянно был унылый. Почему? Никто не знал. Котя это нет сказал. Нет, 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 это правда. На самом деле, правда. Нина, Нина, Нина. На почту пришло объявление, что 11 июня в летнем, так сказать, парке, саду, не знаю, как-то ГССИ состоится синтез. Вот скажите про синтез. Состоится синтез котиков и безумие. Ну, практически котиков и безумие, да. В общем, 11 числа в среду в 7 часов в парке при ГССИ. В общем, я буду читать свои прекрасные стихи. Замечательный джазовый музыкант и мультиинструменталист Данила Матросов, который сидит вон там и стесняется. Данила Матросов очень хороший музыкант. Я свидетельствую. Да, конечно. Вот, он будет играть, в общем, я не знаю что, но что-то, что-то достаточно безумное, вот, трешевое. Мне как раз тяжело увожу на рекламу, но я увожу на рекламу. А я на самом деле хотела прорекламировать, но я вот спрашиваю Данила, Данила, прорекламировать ли наше выступление? Он говорит, нет, нет, ни в коем случае. А то еще люди придут, да, 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 да. Ну, меня просто сегодня пригласили. А что это будет, расскажи. Ну, это будет, ну, в общем, я не знаю. Ну, это мелодикламацией как-то неприлично назвать, но потом будет какая-то культанская электронная музыка и мои прекрасные стихи. И вот это все будет вместе, и будет получаться какой-то, я не знаю, синтез. И еще 7 часов 11 числа. Ход свободы.